Здравствуйте, с вами канал NameDB. Всякий раз, когда кто-то читает описание своего знака зодиака, он прежде всего хочет знать, какие положительные и сильные стороны у него есть. Однако, как и у всего в жизни, у любого человека есть хорошая и плохая сторона. И у каждого знака зодиака есть свой демон, который наделяет своего подопечного некими отрицательными чертами. В этом ролике представляем вашему вниманию демонический гороскоп. Узнайте все о темной стороне вашего знака зодиака и поймите, как усмирить своего демона. Овен Байрирон Этот демон был сотворен падшим ангелом Самаэлем и получил от своего создателя крайне жестокий характер и абсолютное бесстрашие. Внешне он напоминает человека лишенного кожи и объятого огнем. Покровительство демона огня делает овнов крайне агрессивными и деспотичными. Бушующий в вас водоворот деструктивной энергии мешает принимать верные решения и вести в целом упорядоченный образ жизни. Всем представителям этого знака усмирять демона рекомендуется при помощи спорта и медитации. Телец Адемирон Этот демон – полуящер-полулев, сочетающий преимущества двух этих животных. Лев наделяет его превосходной физической силой, а ящер дарует рациональный ум спокойствия и концентрацию на цели. Этот демон может легко сделать из вас жадного, хитрого и исключительно меркантильного человека. Упрямство из полезного навыка может перейти в глупую привычку и будет больше вредить, чем помогать. Поэтому старайтесь меньше обращать внимание на материальную сторону жизни. Проявляйте больше эмоций. Близнецы Целладимирон Эта двухголовая инфернальная сущность больше всего похожа на Цербера из греческих мифов. Две головы позволяют ему думать сразу о двух вещах, а тело собаки наделяет быстротой и выносливостью. Но умение быстро менять направление движения и мысли имеет обратную сторону. Если вы поддадитесь Целладимирону, потеряете самого себя. Поэтому сформируйте некий внутренний стержень, старайтесь меньше менять маски и будьте самим собой, а не тем, кем выгодно. Рак Шехерерон Это демонический водяной дух. Он выглядит как ракообразная рептилия с жутким лицом человека. Главная его способность – умение воплощать в реальность практически любые свои мысли. Ваша проблема, сверхъестественное умение материализовать задуманное, имеет и другую сторону. Если вы впадете в пессимизм или будете бояться, демон материализует все ваши страхи. Вас спасет только самоконтроль и привычка мыслить исключительно позитивно. Лев Дева Это полуживой демонический призрак, наделенный рядом уникальных способностей. Этот демон способен видеть истину, как глубоко бы она ни пряталась. Над ним не властны никакие материальные сущности, а он, напротив, может на них воздействовать. Циферерон постепенно делает дев бесчувственными ледышками. Со временем вы разучитесь получать удовольствие от жизни, станете пассивным и безрадостным. Поэтому побольше уделяйте время спорту и творчеству. Найдите себе хобби и научитесь получать удовольствие от обыденных вещей. Весы Аберерон Это сильный демонический дух из нижних планов. Внешне он похож на могучего каменного голема. Аберерону дано власть над временем. Он может как ускорять его, так и замедлять. Власть над временем и спокойствие, которые даровал вам Аберерон, очень расхолаживают. В итоге вы можете окончательно уйти в себя, впасть в уныние и апатию. Бороться с этим можно, найдя дело своей жизни и не позволять себе лениться. Меньше думать и больше действовать. Скорпион Нихиши Тирон Это демон, похожий на богомола с уродливой человеческой головой. Это крайне опасное создание. Очень сильное, беспринципное, хитрое и крайне злое. Он может выживать в любых агрессивных средах, и его почти невозможно убить. Демон научит вас выживать и добиваться успеха в любых условиях. Вы отрастите толстую кожу и мощные клешни. Но будете ли это по-прежнему вы? Трансформируясь и эволюционируя, не теряйте себя. Придумайте личный маяк, к которому будете идти всю жизнь. И тогда точно не собьетесь с пути. Стрелец Нахаширон Это огромный демонический ящер, с длинным хвостом и пастью, усеянный тремя рядами острых зубов. Он никогда не забывает своих врагов и будет преследовать их всюду, пока не настигнет их. Демон может обходиться без еды и сна годами, непрерывно двигаясь к своей цели. Нахаширон Это демон равнодушия и презрения, который наделяет своих подопечных похожими чертами. Дагдарион дал вам многое. Но если вы пойдете у него на поводу, превратитесь в надменного, гордого и бесчувственного человека. Вы будете манипулировать окружающими без всякой жалости и сострадания. Усмирить своего демона можно, развив в себе эмпатию и стараться понимать окружающих. Займитесь благотворительностью, вникните в проблемы подчиненных и помогите им. Водолей Бехимерон Еще один классический демон, похожий на бгемота, вставшего на задние лапы. Но несмотря на такой облик, это очень умная сущность, которая обладает способностью к ясновидению. Кроме того, ему дарована способность контролировать сны. Будьте внимательны. Бехимерон может легко запутать вас, погрузить в пучину фантазий и несбыточных планов. Поэтому старайтесь больше планировать, контролировать эмоции и доверяйте своей интуиции. Рыбы Ниши Мирон Это демонический змей с головой человека и рыбьим хвостом. Он может перемещаться в любые водоемы, невзирая на расстояние между ними. Ему дарована власть над удачей и способность влиять на любую ситуацию к своей выгоде. Если вы будете злоупотреблять дарами Ниши Мирона, вы не заметите, как жизнь окончится без всякого результата. Поэтому старайтесь сдерживать эмоции. Меньше полагайтесь на удачу, а больше на порядок и расчет. Не фантазируйте, а действуйте. Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok